Добрый день дорогие друзья! И в этом видео я вам покажу и расскажу, каким образом буду сажать черешню. В данном случае это черешня водная. Это черешня выращенная из косточки, которую я покупал у Железова или Константиновича. Косточка посадил в прошлом году, вот она в прошлом году росла. Зимовала она вот в этом пакете оставалась. Конечно, верхняя часть, которая в прошлом году прирост, он весь подмерз. Но, тем не менее, в этом году дал, как вы видите, много больших приростов. Я ее не формировал в этом году, потому что планировал пересадку. Скорее всего, в этом году я формировать не буду. Оставлю до следующего года вот эти все приросты. А в следующем году уже сформирую. Обрежу ненужные лишние. Вот здесь их получилось раз, два, три, четыре. Ну, это пятый, можно считать, четыре. Мощный прирост от 60 до 80 сантиметров высотой. Вот так это выглядит сейчас. Для посадки черешни я подготовил вот такую посадочную яму. Глубина получилась у нее 80 сантиметров. Вот в этой части 60 на 60. Рекомендую делать 80, но я сделал 60. 80, даже точнее, у меня почти метр вот в этой части на глубине штыка лопаты. Ну, что позволит, скажем так, дождевой воде попадать беспрепятственно к корневой системе. Вокруг я сделаю отмостку небольшую, такой холмик, чтобы дождевая вода опять же собиралась вокруг вот здесь и поступала к корневой системе. Соответственно, здесь, в верхней части, где будет посажена непосредственно сама черешня, будет такой небольшой холмик, чтобы вода от корневой шейки отходила, чтобы не было запревания корневой шейки у черешни. В посадочную яму в качестве дренажа я буду добавлять керамзит. Кто-то добавляет битый кирпич, кто-то рекомендует добавлять что-то более серьезное, там гранитный щебень какой-то. Ну, в данном случае у меня этого не было, был керамзит. И вот этот керамзит сейчас я буду использовать здесь на дно в качестве дренажа для посадки. Посыпаю на дно, распределяю под дно таким образом. Да, говорят, что он со временем разрушится, но тем не менее, хотя бы на первое время что-то будет в качестве дренажа. В дальнейшем дерево пускай само адаптируется к тем условиям, которые будут в дальнейшем здесь. Готовим землю для помещения в посадочную яму. У меня чуть-чуть остатки здесь были земли. В данном случае еще будет состоять грунт для посадки. Это плодородная земля 50%, 30% перегной, 20% торт и 25% от объема я добавлю агроперлит. Сюда вот добавляю и, соответственно, добавляю тот грунт, который мне только показал. Соответственно, все перемешиваю. Музыка Музыка Вот такой получается грунт для закладки в посадочную яму. Примерно видно по количеству агроперлита, как у процентки. Можно увидеть, да, как это выглядит. Ну, а сейчас это все добавляю в посадочную яму. Музыка Ну, естественно, трамбуем в обязательном порядке. Музыка Конечно же обильно проливаем, чтобы грунт просел. Просел, уплотнился в получи воды. Назрываю 10 литров сюда. Музыка Посадочная яма готова. Она пролита. Вода ушла, отстоялась, пропиталась. И теперь настало время посадить. При посадке, при корневую зону, в данном случае этого контейнера, я буду добавлять мекориза. Кормилица мекориза. Фотографию сейчас вы видите на своем экране. Прямо в точку контакта. То есть вот здесь в центре будет стоять вот этот контейнер. И в этом же месте я вот аккуратно ее по поверхности рассыпаю. Таким вот образом. Далее ставлю аккуратно. Потом наношу черешню. Открываю. И аккуратно стараюсь, чтобы ком не рассыпался. А это место ее поставлю. Вот мы видим песно контакта с мекоризой. Корневая система. Вот как раз в этом месте вот здесь вот так и все происходит. Все. Убираем ненужные здесь сверники. И делаем здесь вот такой холмик. Для того, чтобы корневая шейка была выше уровня грунта. Прежде чем я буду дальше продолжать посадку, я сделал бортик вокруг посадочной ямы. Вот так это выглядит. Для чего? Чтобы дождевая вода поступала к корням, стекала. Естественно, здесь я буду сажать. Она посажена будет на холмик небольшой, чтобы в верхней части будет сухо. А вот по краям, вокруг лунки, как раз дождевая вода будет поступать к корневой системе. Тем самым, не вредя растению, она прямую поступает. Вот таким образом буду дальше сажать. Ну, сейчас я перемешаю грунт, добавлю и уже в окончательном варианте покажу, как это будет выглядеть. Следующим этапом в посадке черешни, это будет, я посажу вот в этой части газонную траву, вот вокруг, где мы видим пролито сейчас. А бортики вокруг я замульчирую. Соответственно, с заходом вот так немножечко сюда. Вода, которую при поливе, при дождевой осадке, она будет стекать по склону. Трава укрепит вот этот вот склон, чтобы он не размывался дождями. А часть мульчи, которая здесь, задержит испарение влаги вот в этой части, как раз при ствольном круге. Что даст возможность сохранить эту влагу на более длительный промежуток времени. Ну что ж, сейчас я вам покажу, как я буду это делать. Беру газонную траву и рассыпаю вот здесь так. Далее я присыпаю небольшим слоем земли сверху. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Потом просто уплотняю и слегка смочиваю. Далее мульчирую приствольный круг соломый, как сказал с небольшим нахлёстом вот в эту зону. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На этом посадка черешни завершена. Вот так это выглядит. Сейчас я вам покажу, как это со стороны смотрится. Субтитры подогнал «Симон» Далее, как я сказал, в следующем году я сделаю обрезку, сформирую её. В этом году я ещё поставлю кол, к нему привяжу вот эти разросшиеся побеги этого года. Ну, в принципе, на этом всё. Далее будем смотреть, как она будет развиваться, насколько удачна эта посадка и насколько хорошо и понравится здесь расти черешни в этом месте. Ну что ж, дорогие друзья, на этом всё. Если вам понравилось видео, нажимайте «Мне нравится». Если ещё вдруг не подписаны на канал и не нажали на колокольчик, чтобы получать все уведомления, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!